До начала нового учебного года остаются считанные дни. Лето, как всегда, пролетело незаметно и пора вновь готовиться к школе. Форма, ранец, тетради, ручки и пенал – это лишь малая часть того, что нужно успеть приобрести. Статистика показывает многие родители, да и ученики, что постарше, предпочитают закупаться в самый последний момент, буквально за несколько дней до 1 сентября. Правда, в таком случае сэкономить уже навряд ли получится. Ведь собрать ребенка в школу – серьезный удар по семейному бюджету. Минимум это 10 тысяч рублей. А ведь если у вас двое, а то и трое детей, потратить придется едва ли не все свои отпускные. Александра Литкова расскажет подробности. Собрать ребенка в школу, особенно первоклассника, дело не только хлопотное, но и крайне затратное. Купить нужно все – и канцелярские принадлежности, и спортивный инвентарь, и, конечно, одежду. При этом по статистике одеть девочку дороже. Вот если посчитать рубашку, костюм – двойка, потом спортивный костюм, обувь, галстучек, ну где-то примерно 6 тысяч все обойдется. Вот в этом районе, плюс-минус. То есть средняя цена получается. Одеть мальчик для школы. Девочка, ну, примерно где-то так же будет. Чуть-чуть подороже, потому что у девочки ибруская юбка, сарафан. У нее больше принадлежности идет, чем у мальчика. И это только на одежду. А ведь во многих школах действует определенный дресс-код. Купить готовую форму зачастую невозможно, поэтому ее приходится шить на заказ. В качестве альтернативы – интернет-магазины. В последние годы они стали пользоваться большой популярностью среди жителей региона. И хотя цены на одежду не сильно отличаются от тех, что в местных магазинах, зато качество гораздо выше. Правда, оценить это качество покупатель сможет только после получения товара. Средний срок ожидания – 10 дней. Вот я вот не заказываю в интернете. Почему? Потому что я, например, люблю посмотреть, потрогать, померять. Правильно? Но есть, конечно, интернет-магазины, которые и заказали, и вернули обратно. А есть ведь и такие, где заказала, но у тебя и осталось. Что касается канцелярских принадлежностей, то магазинов, где их можно купить, в Наринмаре предостаточно. Выбор огромный. При этом цены вполне приемлемые. В среднем полный набор на одного ученика – это тетради, обложки, ручки, карандаши и многое другое – обойдется в 2000 рублей. Таким образом, в общей сложности, перед днем знаний, родителям придется отдать от 12 до 15 тысяч. Те, для кого такая сумма неподъемная, могут обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения. Там уже многие годы проводят благотворительную акцию под названием «Помоги собраться в школу». Сформировано уже более 30 наборов. Приняли участие в таких организациях, как ОАО «Красный город», «Центр занятости», ну и порядка уже где-то 10 человек частных лиц. Ждем еще участников. Надеемся, что народ у нас откликнется. И участников гораздо будет больше. Ну и тем самым мы можем оказать помощь нуждающимся гражданам. По словам сотрудников комплексного центра, за помощью в последнее время обращаются не только горожане, но и жители отдаленных сел округа, в том числе Омы и Усть-Кары. Помимо прочего, в регионе для многодетных семей предусмотрена ежегодная компенсационная выплата к новому учебному году. Ее размер – 9 тысяч рублей на каждого ребенка. Кстати, Ниньский округ – единственный в стране субъект, где за счет бюджетных средств приобретаются школьные наборы для абсолютно всех первоклассников. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.